Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мой жених в прошлом удерживался от контактов. Секс без отношений. Он из религиозной семьи. На почве этого с подросткового возраста смотрел соответствующие материалы. Занимался самодовлетворением. В 23 года пошёл в стрип-клуб, ходил туда в 7-10 раз, наверное, заказывал приват. Последний раз был перед нашими отношениями в 26. На сексе есть проблемы. У него проблемы, соответственно, физиологического характера, да, вот, с эрекцией. Ну, значит, ну, так, значит, не очень понятно, что вы здесь пишите, да, что у него бывают простые эрекции, но долго не продолжается последняя заметила на флаже. Я хотел бы взять ваше мнение на днях и консультация по этому вопросу. Эм, ну, да, эм, ну, не знаю. Напрасыв только в том, эм, консультация, эм, кого? Какого? Эм, специалиста. По тому, как, эм, первое, что приходит, эм, на ум, это, пожалуй, консультация, эм, эм, сексолога. Эм, ну, вот, первое, что приходит на ум, а вот, но мне лично кажется, что тут могут быть и трудности чисто психологического аспекта, эм, значит, связанного в частности, например, с вопросами доверия между вами, вот, это, ну, мне так вот показалось, вот, к какой-то степени, что между вами и молодым человеком, эм, в общем-то, не хватает доверия. И мне показалось, эм, что вы, эм, вот, как, ну, в какой-то степени, эм, ему, вот, эм, то ли не доверяете, то ли вы не уверены в себе, вот. То есть, понимаете, эм, какая здесь история. Эм, одно дело, когда, эм, вы, эм, так скажем, воспринимаете, эм, эм, вот, то, что происходит между вами и мужчиной исключительно как его проблематику. Одно дело. И, эм, совсем другое дело, когда вы воспринимаете то, что происходит уже, эм, словно говоря, как, как, некое, эм, такое, эм, личное, если угодно, эм, оскорбление себе, вот. И дело здесь не в том, что вы должны терпеть то, что вам не нравится. А дело здесь именно в том, что, вот, эм, воспринимаете вы то, что с ним происходит, ну, вот, на мой взгляд, эм, несколько специфично. Вот. Несколько специфично, а именно, вот, в контексте того, как вы, эм, в целом, например, относитесь к себе, вот, как в целом вы себя воспринимаете и так далее. Если говорить про мужчину, то у него, скорее всего, достаточно серьезные проблемы, эм, как раз, вот, в интимной сфере, вот, серьезные проблемы в интимной сфере у него, не случайно, вот, связано это, на мой взгляд, с эм, его опытом, с эм, большим, как мне, качество, как мне, представляется опытом, различного рода запретов, вот, и, конечно, это достаточно сильно меняет человека, вот, это меняет, это меняет любого человека. Потому что, эм, ну, на попкорку, на подсознание это въедается и въедается достаточно сил, к сожалению. Поэтому, да, то, что происходит, неприятно, но, на мой взгляд, очень важно то, что человек сам хотел бы, делать свои проблемы. То есть одно дело, если все его устраивает и менять его в общем и целом ничего не хочет. и все ему нравится. И другое дело, если его самого это не устраивает и он хочет, ну, там, себе разобраться. Вот. Важные элементы, так скажем, субъективной стороны отношения человека к тому, что происходит, очень важно. Эм, да. Психологии, эм, ну, для психологии вообще, это очень важно. Это имеет одну из определяющих таких, эм, свойств, одной из определяющих структур. Вот. Если, как бы, вы обращаетесь вместо своего, эм, парня, вот, по данному запросу, то, так или иначе это уже, эм, вызывает, определенные, эм, ну, подозрения, эм, относительно, эм, Ну, а хочет ли, извините, сам мужчина что-то менять, да? Или менять он вроде бы и хочет, но вот как-то вот несколько, ну, недостаточно, да, как-то вот несколько, может быть, не настолько, чтобы обратиться к психологу самому, да, например. То есть ситуация здесь неоднозначная и, на мой взгляд, относиться к ней, к этой ситуации. Нужно так же, вот, и очень деликатным быть, очень деликатным здесь быть. Потому что очень легко в данном случае, ну, навредить человеку очень легко. В данном случае, как бы, еще больше закрыть его в себя. Думаю, если вы этого не хотите, если вы действительно, вот, в данном случае хотите ему помочь, то я бы рекомендовал, ну, вот, не торопиться с решениями, ну, вот, не торопиться с какими-то выводами, вот, и все-таки смотреть в сторону, какого-то обсуждения, вот, да, это, ну, может быть, проблемы. Если вы друг к другу не добираете, это правда. Вот, это может быть серьезным проблемой. Но, тем не менее, тем не менее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.